Музыка Музыка Еду своим котиком на дачу Наташа Всем привет Тут у нас еще одна Наташа Наташа кушает мой борщ со щавлем Я приготовила вкуснячий Опять не сняла, потому что торопилась и некогда было Нет, я не сняла, как готовить Меня просили, как это Наташа вся из себя красивая, видите И хочу сказать, видите, в чем она одета? Да, в костюме Да, перепал Наташа костюм благодаря мне Ну что, у нас на столе то, что я вам уже показывала вчера Салатики, я говорю, как же все-таки удобно Вот такая курочка, что-то никто ее не ест Ну, с этой стороны уже сгрызли Ну, естественно, курочку я сама не готовила Я ее купила в магните, я же показывала Я ее засунула в духовой шкаф Под грилью разогрела Гриль у меня есть в моем шкафу Наташа принесла, или это ты, Наташа? Наташа Наташа соседка Принесла малосольные огурцы И Наташа еще, вот эта Наташа Принесла там япончики Зеленые по корейски Вот, ну, до них еще очередь пока не дошла Шарлотку Наташа принесла Доча мне написала, говорит, вам тут неделю есть и не выходите за стола Я говорю, нас никто не гонит спи Мы будем сидеть и не выходите за стола В общем, сидим Наслаждаемся общением Девичник у нас Гости мои ушли Я уже сделала перестановку Выставила видео Попила чай Здесь остужается у меня борщик со щавлем Здесь Наташа Приготовила шарлотку И я потом поставлю в холодильник Ближе к тому, как буду ложиться спать Поставлю борщик и шарлотку в холодильник Вот Здесь у меня Я уже приготовила опять свое вязание Сейчас сяду Повяжу Не знаю, что буду вязать То ли плед, то ли кофточку Сейчас посмотрю Что там есть у меня посмотреть Сериалов И определюсь уже, что буду вязать Всем привет Какие красавчики И челка там Еще столько бутонов Будут, значит, еще Цвести Ну, на улице тепло Вообще, как бы 16 градусов Говорят Ну, я сейчас вышла Вроде как тепло На улице Уже пожелтел Лист На этом дереве А это все еще зеленое стоит Небо такое Пасмурно Дымки А я иду В магазин Хозяинка В котором покупала кондиционер Последний месяц мне оплачивать рассрочку И все Закрыла этот кредит Вот Такие изгороди Видимо Зеленую изгородь Недавно подстригли Красиво Такие ягодки Красиво сделано Нравится, когда все ухоженное Конечно же, это Гораздо приятнее глазу Ты опять пришел ко мне, да? Ох, метелочки какие красивые Я все иду Все Рассматриваю Всегда, не спеша Торопиться мне некуда Поэтому я по чуть-чуть иду И Глазею Ну, когда еще погулять-то? Я только, когда хожу по делам Позволяю себе Поглазеть Потому что В остальное время-то Все время Посвящая то вязанию То еще чему-нибудь Некогда Некогда Помните, я тут показывала Как В степи была Вся трава пожухла И все остальное Вот дождики прошли Сколько их тут всего, ничего было И уже все Зелень опять поперла Вот Так что Трава Она Растет всегда На то она и трава Я имею в виду такая Которая Неокультуренная Вот Поэтому Она приучена Выживать в любых условиях Ну и Естественно То, что поносилось Наверное, уже начинает По новой Сходить Ой Итак, дорогие друзья Опять у меня Ой Я не знаю У всех так бывает Или только у меня Получается Если Вот я Опять сегодня Так рассуждала Что Если Допустим Вот вчера Такой хороший был день У меня было Хорошее настроение Там И если ты Себе сам Его не испортишь То тебе Его обязательно Испортят Это просто Нету слов И И вот я думаю Это в жизни Так все Запрограммировано Или Я не знаю Вот Началось С вечера В шесть часов Девочки ушли От меня У меня Хорошее настроение Там Я выставила Видео И прилетает Мне такой Комментарий Что я Такая Рассекая Что От меня В шоке Потому что Считали Меня Не знаю Кем они Меня считали А оказалось Я такая Секая Рассекая Наезжая На деревенских Что Вот Она Там Хотела Излишки Может быть Выйти И продать На рынке Но теперь Еще десять раз Подумает Разве Я В своем Видео Озвучивала То Что Люди Которые Выращивают Картофель Я говорю Вот этот Картофель Стал Каким-то Камнем Преткновения Вообще Я Как бы Показала То Что Ну Картофель Когда Показывала У меня Вообще Не было Никаких Задних Мыслей Я Наоборот С радостью И показала Что Дети Вот Принесли Картофель Что Ну Мне Запасли Я Даже Наперед Не могла Предполагать Что Вот Столько Принесет Этот Картофель Мне Негативных Минут Это Просто Финиш Ну И Что Получается Что Я Наехала Что Это Они Как бы Деревенские Замазывают Грязью Картофель Что Я Уже Даже Дословно Не помню Потому Что Я Постаралась Не Зацикливаться На этом Комментарии Но Он Мне Все равно Не Отпускал Вот Все равно Не Отпускал Я Не По той Причине Что Там Я Как-то Конкретно Вот Смысл Этого Комментария Приняла На себя По Ководу Картофеля Я Даже Зашла И Переслушала Что Я Там Нигде Не Упомянула Никаких Деревенских В Дубовке Здесь Там Где Покупали Взять На рынке Такие же Продают Торговцы Картофель Как И У нас У нас Лотки Стоят Торгуют Я Не Знаю С юга Привозят Я Сетках Продают Там По Десять По Двадцать Килограмм Это Массовые Привозы Которые Продают Тоннами Эту Картошку И Это На Складах Или Я Не Знаю Где Замазывает Картошку Грязью Я Не Думаю Что Деревенский Человек Будет Ити На Рынок Замазывать Грязью И У меня Даже Мысли Такой Не Было За Меня Решили И Меня А я Ни Сном Ни Духом Не Знала Об Этом И Мало Того Написал Этот Человек Еще Начало Несколько Там Внизу Вот Этот Как Снежный Ком Как Будто Я На самом Деле Там Такая Злыдня Да Я Наоборот Всегда Говорю Что Я Рада Покупать Сада Когда Люди Выращивают Со Своей Дачи И Продают Потому Что Я Знаю Что Там Качественно Но У Меня Здесь Негде Купить И Я Знаю Что То Что Продается Сдачей Оно Гораздо Дороже Я Сегодня Специально Для Сравнения Когда Ходила За Таблетками Посмотрела Сколько У нас Стоит Такая Картошка Вот Именно В таком Мешке И Выглядит Она Именно Так же Она Стоит 45 Рублей Потому Что Все Вот Эти Ну Как Их Называть Говорят Торгаши Я Грубо Говорю Ну Продавцы Пускай Будут Продавцы Они Как Говорится Кормятся С одной Кормушки Где То Здесь У нас Торговая База Которая Оптовая Или Еще Что То Или Они Ездят По Каким То Полям Или Я Не Знаю Я Просто Уверена Что Они Не Ездят По Деревням Может И Ездят И Излишек Закупает Я Не Знаю Но Я Хочу Сказать Что Я Вот Показывала Вы Сами Видели Сколько Ну Как Сказать Картофеля Порченого И Я Понимаю Что Это Тоже Труд Затрачен Что Они Вырастили Там И Картошка Запорт Ну Попортилась Все Я Даже Не Знаю И Опять Я Это Никому Претензию Такую Мы Купили Раз Я Купила Я Должна Исходить Из Этого Уже И Должна Спасти Хотя Б То Что В Хорошем Состоянии Я Вообще Никак Никаких Претензий Не Предъявляла Я Просто Показала Что Сколько Порченой Картошки И Почему Она Замазана Просто Констатировала Факт Даже Без Каких То Задних Мыслей Ну И Почему Я Там Вот Этот Комментарий Не Уходил У меня С головы Из-за Того Что Вот Почему Люди Так Вот Переворачивает Все Я Там Комментарий Написала Говорю Почему Вы Приняли Это На себя Как будто Претензию Я Лично Вам Какую То Вы Сказала Вы Что Где Вот Как будто Человек Что-то Сказал А Я Ей В отместку Это Сказала Не Знаю И То Что Почему Постоянно Ищут Какой-то Негатив В моих Словах И Когда Я Чем-то Недовольна Я Всегда Напрямую Выскажу И Скажу Вот Это Вот Это У нас Говорю Допустим Магните Пятерочки Какие Еще У нас Магазины Продают Туда Пойдешь Там Лежит На Выбор Картошка Вот Магниты Я возьму Там Лежит Замазанная Грязью Но Подешевле И Лежит Хорошая Которая В 2-3 раза Дороже Выбирай Какая Тебе Нравится То же Самое Морковка Лежит Мытая По одной Цене Которая Тоже Практически В 2 раза Дороже И Морковка С грязью В общем За ваши Деньги Любой Каприз Как Называется Да Ну все Закрулим Эту Тему Я же говорю У каждого Свои Тараканы И Вот так Просто Напросто Воспринимать Что Я Обидела Кому-то Там Плохие Слова Сказала Ну Не знаю Я же Еще раз Говорю У меня Даже И мыслей Не было Ладно Вот Вот это Я показываю Что Я пошла Платить Кредит Прихожу Достаю Свой Договор Отдаю Говорю Я хочу Последний Взнос Заплатить Молодой Человек Берет У меня Договор И говорит А где Еще Один Чек Я говорю Ну там же Три Он говорит Да Три Но тут Два чека По 17 Там Чек Полная Стоимость Кондиционера И чек Первый Знос И Третьи Чека Это тот Который Я заплатила Первый Месяц А за За Август Нет Представляете А я знаю Точно Что Сидел Я видела Как молодой Человек Он Выбил Чеки Принял У меня Оплату Выбил Чеки Вот Есть Тот Который Открепляет Типа Степлера Вот эти Скрепки Он их Все Открепил Потом Раз Прикрепил Я не Проверила Это моя Ошибка Я же говорю Везде Нужен Глаз И Глаз Ой Я говорю Что теперь Мне делать Я говорю У вас же Отмечается В программе Вы же Как-то Контролируете То что Я оплату Делаю А он Говорит Я не вижу У меня Здесь нет Я вижу То что Вы мне Подаете Я говорю И что Теперь Мне еще Один месяц Платить Что ли Он говорит Ну Нет Если Вы не найдете Чека У вас Не будет Гарантии Я такая Постояла Ну Замолчала В голове Все это Покрутила А он Там сидит Вот это Все делает И я Такая Говорю Слушайте Я что-то Не поняла Причем Тут Оплата Моих Чеков И ваша Гарантия Магазина Вы Мне Даете Гарантию Там На что-то Там На двигатель Или на что-то Сразу После Покупки Получается Я Когда Привезла Гарантия Мой Я Купила И Получается Если Б Я В течение Двух Месяцев До того Как Прийти К вам Третий Месяц Платить Сломался У меня Кондиционер Мне 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 Что Его Не Делали Или Не Приняли Или В ремонт Не Сдали До тех Пор Пока Я Третий Месяц Не Оплатила Он Зовет Там Еще Одного Менеджера Он Приходит Забирает Мой Договор Куда То Уходит Я Все Стою Вот Это Кручу В голове Молчу Он Тоже Молчит Приходит Он С Договором И Говорит Все Нормально Этот Он Выбивает Чек Мне Третий Прикрепляет К этому Договору И Я Говорю И Что Дальше Куда Мне Идти К вашему Юристу Или Куда Где Мне Этот Чек Искать Я Говорю Я Уверена Что Этот Чек Не Прикрепил Ваш Молодой Человек Потому Что Он Там Откреплял Он Там Прикреплял Я Видела Что Он Прикреплял Что Он Там Прикреплял Я Не Проверила Говорю Это Вот Моя Вина Он Ничего Не Надо Я Говорю Ну Как Вы Сказали Что У Меня Гарантии Теперь Не Будет Вы Меня Просто Неправильно Поняли Представляете Тут Подходит Еще Двое Людей Муж Женой И Этот Как Бы У Них Руках Чек И Он Уже К Ним Это Обращается Говорят Что Мы Хотим Тоже Рассрочку Оформить Я Говорю Молодой Человек Вы Со Мной Закончите А Он Мне Говорит А Что Мне С Вами Заканчивать Вы Неправильно Поняли Меня И Тут Типа Начинаете Что То Мне Устраивать Я Говорю А Что Я Вам Устраивала Мне Что Говорю Я Говорю Сама Себе Нафантазировала Что Либо Сказали Что У Меня Теперь Не Будет Гарантии Мне Что Извините Мне Некогда Мне Нужно С Другими Людьми Работать Представляете Ну Я Звоню Рассказываю Вернее Дочь Мне Звонит В Обед Я Конечно Ушла Все Настроение У меня Упало Я Пошла Купила Лекарство Зашла Купила Укроп Хрен Хочу Огурчиков Еще Замариновать Ну Пришла Звонит Дочь Мне Я Ей Эту ситуацию Рассказываю И Она Говорит Мама Ты знаешь У нас Есть Телефон Этого Директора Магазина Говорит Я Тебе Вечером Его Пришлю Ты Напрямую Позвони Директору И Скажи Расскажи Всю Эту Ситуацию Говорит Его Право Применять Какие Меры Или Не Применять Но Ты Расскажи Я Например Для Себя Когда Шла Я Обращаться Не Буду Я Ну Мы Между Собой Переговорили О том Что Технолюкс Сколько Мы Покупали Вещей Никогда Такого Не Было И Лучше Переплатить Пусть У них Дороже Но У них Все Всегда По Человечески И Все Остальное И Вот Я Как бы Тоже Решила Что Больше В магазине Хозяин ИК Я Покупать Ничего Не Буду Потому Что Во-первых Когда Пришли Установщики Я столкнулась С Работой Такой Неквалифицированной Я назову Эту Работу А Теперь Получается Еще Вот так Вот Он Не Просто Сделан Нервы Вот Я Назову Это Так Так Он Не Подумал О том Что Я Возрастной Пенсион Человек Пенсионного Возраста Он Вот Так Не Разобравшись Вначале Мне Выдал Да Такие Непонятные Какие Эти Самые Естественно Любой Нормальный Человек Начнет Переживать Правильно Не Разобравшись С Ситуацией Я Говорю Ладно То Что У меня Там Не Сохранился Чек Это Моя Вина Ну Зачем Мне Вот Так Говорить Я И Так Расстроилась Что Его Нет Чека Этого А Потом Еще Мне Сказать Что Я Это Нафантазировала Ладно Ладно Я Для 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 Того Чтобы Тот Кто Может Пойдет Или Еще Что То Но Чтобы Как бы Себя Застраховали От Тех Камней По которым Я Или Шишек Как Маргарита Сказала Что Каждый Набивает Шишки Свои И Никого Не Слушает Но Может Быть Кто Будет Слушать Солнце Выглянуло А у Нас Вообще Сегодня Целый День Пасмурная Погода И 16 Градусов Я Ж Говорила Но У Меня Так Как Солнечная Сторона Все Равно На Балконе Я Сейчас Смотрела 27 Градусов В Квартире Тепло Вот И В В Общем Для Этих Целей Я Только Это Рассказала Но У Меня Сейчас Все Равно Есть Радостная Новость Которая Пришла Сегодня Ой Я не знаю Отсвечивает Наверное Сильно Меня Да По Другому Никак Не могу Сделать Ну Простите Меня Я не знаю Даже Может быть Перейти К столу Наверное Я Все Таки Перейду К столу И Покажу У стола В общем У меня Посылочка Пришла Пришла Ко мне Посылочка Наконец Сейчас Расскажу Вам Про Посылочку Перейду Сейчас А там Вообще Темно В той Комнате Ничего И так И сяк Крутило Бесполезно В общем Мне пришла Вот такая Посылочка Эту Посылочку Выписала Я Я Вам Хотела Заказать Заказала В интернет Магазине Кудель Для тех Кто не знает Просто Вбивайте Поисковик Кудель И Вам Сразу Появится Этот интернет Магазин Уже давно Функционирует Там Столько Ну вот Выбор Колоссальный Там Столько Много Всего Это Мне кажется В этом Магазине Все Можно Найти Он Конечно Дороговатый По сравнению С другими Но Если Вы Допустим Ищите То Что Хотите Да Вы Там Можете Найти Что Еще Хотела Сказать По Поводу Этого Магазина У Меня Там 15 Процентная Скидка Поэтому Прежде Чем Где-то Выписать Какую-то Пряжу Я Конечно Ж Делаю Анализ Хожу По Всяким Сайтам Смотрю Сколько Доставка И так И так Далее И так Далее Мне Через Азон Пришла Доставка Кудель Видимо Напрямую Функционирует Потому Что Они Предложили Типы Доставок Да Через Азон Мне С доставкой На дом 208 Рублей Вышла Доставка Ну И Соответственно В связи С тем Что Я смотрю Вроде Пряжа Какая-то Которую Я вроде И не Выписывала Ау Да О Я Выписала Не ту Пряжу Представляете Мама Дорогая Или Ту Или Ту Или Не ту Буду Смотреть Сейчас Неужели Не ту Пряжу Выписала Конечно Не ту Представляете Ой Какая Я Ивановна Да Не ту Пряжу Выписала Я Хотела Выписать Пряжу Ярнан Бэби Котон И вот Посмотрите Что я Выписала Это Моя Вина Это Это Точно Сто Процентов Моя Вина Ну Что Теперь Расстраиваться Я Не знаю Расстраиваться Конечно Не буду Это Я Пряжу Выписала Максику Ой Что-то У меня Как-то Последние Дни Какая-то Непруха Не знаю Больная Голова Перерыв Что-ли Надо Сделать Или Еще Что-то В общем Это Пряжа Сто Процентный Акрил Который Я Вообще Не Собиралась Выписывать Акрил А Выписать Бэби Котон Выписала Сто Процентный Акрил Ай Я Я Я 50 Грамм 150 Метров Вот Такой Красивый Цвет А я Его Навыписывала Представляете Нарвалась До Бесплатного Называется Он Что-то Там Совсем Дешево Стоил Поэтому Я Думаю Ох Я Сейчас По Скидке Куплю Накупила Ай Ну Ничего Пойдете Куда Нибудь Пойдет Пять Моточков Я Купила Эти Максику Ой Набрала Этого Бэби Котона Я Не Могу Вот Это Называется Смех И Грех Это Нарочно Не Придумаешь Я Не Сказала Да Я Думаю Никто Посмотрел Моё Видео Но Может Быть Кто Той Купит 979 Цвет Этот Что-то Он Там Вообще 50 Грамм Это Так Я Получается Еще Дорого Его Купила Представляете Это Если Я Купила По 70 Или 68 По Болго Рублей Купила Я Его Это 100 Грамм Было 130 Рублей Можно 50 Процентов Шерсти 50 Рублей 50 Акрила Купить За эту Стоимость Вот Опять Внимательнее Нужно Выбирать Аналогично Color 586 Два Пакета Аналогично Color Color Ой Набрала 195 Вот Так Вот Сама Себе Устраиваю Господи Вот Вы Представляете Сколько Я Его Набрала Я То Думала Что Это Кот Он Это Финиш Какой То Ну И Здесь Получается По Два Моточка Набрала Акрила Я Не Могу Смотрите Сколько Ладно Называется И на Старуху Бывает Проруха Что Теперь Сделать Я Сейчас Скажу Сколько Он Стоит Мне же Пришла Это Так По 60 Рублей Даже Стоит Да По 60 Рублей Видите Типа По дешевке Я его Набрала Где Мои Глаза Были Я Не Знаю Не Представляю Так Ну Это Еще Не Все Где Я Положила Ножницы Ножницы Ничего Что Теперь Так Куда То Потеряла Ножницы С Расстройства Вот Они Смиксую Правильно Я С Акрилом Смиксую Какую То Ниточку Дополнительную И Будет Нормально Вот Допустим С Вот Этой Мне Можно Смиксовать Пряжу Которая У Меня Бобинная Косит Может Быть У Меня Получится Там Тоненькая Ниточка Как Раз Может Будет И Нормально Это Получается 300 Метров Ну Не Такая Толстая Поэтому Можно Будет Смиксовать И Как Говорится Выйти Из Положения У 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 но там написано что новинка это вот такие вот спицы отсвечивает мне лично отсвечивает вот здесь наверное не отсвечивает книг про базикс называется значит здесь посмотрите вот такие спицы я не знаю но сама вот спица вот такая интересная легкие легкие прям вообще легчайшие и я их взяла только из-за того что они вот полтора метра я взяла четверку тройку и по 120 метров это уже были выбраны полторашки 120 метров я говорю сантиметров вот видите вот сегодня у меня день расстройства ну ничего я не поддаюсь и получилось так ну это моя ошибка кого мне в этом винить здесь конкретно моя ошибка там не было чека ну кто тебе виноват что ты не проверила а вот я как бы опять возвращаясь к этому то что он мне вот такой наговорил что не будет гарантия потом меня обвинил что я это придумала вот представляете меня это возмутило так давайте я открою и посмотрю мы посмотрим что себя представляет эти спицы ой товарищи но они вообще гладенькие гладенькие вот такой тросик мягенький не знаю как он будет служить ну мне вот в моей изделии вот сейчас я почему еще взяла потому что мне сейчас нужно будет вязать вязать мою красоту я достала ее но там у меня вот просто на спицах прям до такой степени притык я боюсь что они у меня начнут слетать поэтому я и обратила внимание на спицы потому что у меня в основном 80 миллиметров спицы и так как у меня габариты большие опять же возвращаясь тому что я опять же не обвиняю ничего это посмотрела маргариту сегодня она там сказал что у нее 220 чем-то где-то в этом при в этом пределе петель а я только по городу набираю такое количество петель у меня где-то сто шестьдесят и потом когда прирост 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 тут у меня вообще 700 петель и больше для меня это как за здрасте вот поэтому вот максику я эту безрукавочку при всем при том что я снимала мастер-класс и что у меня здесь были дети и так далее я связала за четыре дня и связала сняла мастер-класс и отдала им вот снимала у рыбками ничего ничего друзья мои наша жизнь вся состоит из печали и радостей да я всегда себе об этом говорю и ну как даже есть от печали до радости всего лишь один шаг да кто-то там песня по поется но я как бы вот расстраиваться здесь не собираюсь из-за чего из-за того что я жива насколько могу быть здорово я здорово да вчера у меня столько положительных эмоций было у меня такой душевный подъем был мы еще вечером созванивались разговаривали там делились со своими впечатлениями сегодня утром опять наташа прислала и горит ой ира ты-ды-ты-ды-ды-ды там но в общем все в этом роде после того как где-то там прошло я не знаю сколько времени но ближе к обиду мне позвонили суши ролл да суши шеф у нас есть такая организация позвонили и говорят добрый день Ирина вы у нас делали заказ а мы когда дети приезжали заказывали пиццу и заказывали роллы вот и это перед тем как поехать на базу отдыха мы даже их с собой туда забирали вот и они она говорит мы делаем опрос как вы отзыв какой у вас ты-ты-ты-ты-ты-ты можно задать конечно можно потому что у меня только положительные отзывы сколько бы я не заказывала и я в нашем городе как бы я еще там есть пару мест где я раньше там заказывала пиццу иногда же я это делаю и иногда заказывала роллы а сейчас я только в этом в этой организации заказываю в интернет-магазине у них есть и можно по телефону вот с комушкой мы как-то тоже заказывали и у меня только положительные отзывы на все вопросы которые она мне задавала я отвечала только положительно если люди нормально работают если все это вкусно доставка быстро все вот 33 удовольствия так зачем про них говорить плохо и у меня сразу тоже пришло в голову пока еще не отпустила меня эта ситуация опять же за этот магазин вот если позвонят с этого в магазина что я скажу хорошего про них вот что я скажу но от чего это зависит наверное прежде всего от работников которые работают и набирают контроля наверное за работниками или от чего это зависит не знаю меня всегда обвиняют в том что я слишком эмоционально это все воспринимаю но вы знаете да возможно я всех меряю по себе потому что но как но наверное каждый человек меряет по себе да я думаю вот так бы я никогда бы не сделала потому что на своем месте если бы я вернее на его месте я бы наверное в начале разобралась с ситуацией а потом только человека повергала в шок ну я не знаю ну в общем не будем не будем это продолжать и даже я хотела изначально ну как бы предложить что вот как как бы вы восприняли там и то есть не хочу даже если честно уже просто хочу забыть про эту ситуацию и идти дальше сейчас попробую спицы попробую акрил который я купила купила столько много товарищи я ждала так с нетерпением эту посылку я же максику когда связала этот безрукавочку я же в таком этом была вот приподнятом настроении от этой пряжи да и я думала и белое и то и все и я уже хотела серого начать себе вязать сейчас светерок легенький думаю я сейчас быстро свяжу этот ну вот сейчас вот ходить у меня уже в голове даже модель как я хотела связать и все остальное называется Ира обломайтесь ха-ха-ха-ха-ха вот так вот ну ничего который раз говорю что будет возможность заработаем купим еще что ж теперь так дорогие друзья на этом наверное я закруглюсь сегодня и как я сказала пойду опробую спицы что они себе представлены я уже изначально думаю что они хорошие мне единственное интересует как они ведут себя вот здесь на стыке и как будет себя вести леска будет ли она когда вяжешь закручиваться или еще что-то я сейчас прям возьму перекину у меня этот тройка как раз на тройке я сейчас вяжу свой неончик у меня тоже там уже на спицах прям места нету много петель и как раз провяжу на неончик и скажу свой отзыв потому что я уверена что вы спросите кстати они стоят не так уж и дорого видела что я сегодня сегодня все теряю Маша растеряша да значит получается самые дорогие двести двадцать пять двести сорок девять рублей это у меня получается четверка сто пятьдесят сантиметров двести сорок три рубля а так вот тройка получается двести пятнадцать рублей два семьдесят пять двести восемь рублей и два ой тройка двести двадцать восемь рублей а вот смотрите вот получается опять же так тройка а нет все нормально получается у меня здесь тройка ой четверка два семьдесят пять тройка и три двадцать пять вот спицы я выписала такие всем добра друзья мои хорошего настроения легких петелек если вы вязали ну и самое главное здоровье здоровье будет неважно плохое настроение это все проходит пройдет и оно правильно же мы сейчас сейчас я пойду включу какой-нибудь себе фильм ну комедию паха хочу положу положительных эмоций себе наберусь посмеюсь еще над собой потому что у меня просто смех разбирает и это отнюдь не истерика я просто сама себя удивляюсь думаю ну где твои глаза были ну как ты смотрела ну как ты смотрела ну как ты смотрела блина ладно друзья до новых встреч до новых видео с вами была Ирина субтитры субтитры